Здравствуйте! В эфире «Время жить»! Программа о здоровье, красоте и медицине. Сегодня вы увидите. Болезни печени. Помогут ли народные средства? Как восстановить здоровье ребенка после болезни, что предлагает медицина сегодня? Лечебная физкультура для тех, кто столкнулся с заболеваниями дыхательной системы. Как ее правильно делать? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде всего, печень – это своего рода барьер, фильтр, через который проходят все вещества, поступающие в организм с пищей или через кожу. Повреждение печени означает нарушение обменных процессов, процессов чистки и фильтрации крови, а также выработки холестерина. Эти функции имеют первостепенное значение, поэтому даже незначительное нарушение функции печени может оказать сильное влияние на весь организм. Чаще всего в нашем отделении проходит лечение больные с токсическим поражением печени, с ирозом печени, различной теологии, а также больные с жировым гипотозом. Заболевания печени опасны тем, что длительное время они могут протекать бессимптомно. И больные ничего не знают долгое время о своем заболевании. Факторы риска развития заболеваний печени – это, конечно, на первом месте алкоголь, вирусная инфекция, неправильное питание и, как следствие, ожирение, паразитарная инопазия, бесконтрольный прием лекарственных препаратов и биологически активный добавок. У больных с заболеваниями печени очень часто бывают общие жалобы на слабость, вялость, быстро утомляемость, снижение работоспособности. Может появиться повышение температуры до 37 градусов, длительная лихорадка. В начале заболевания больные или их близкие могут заметить желтушный склер, затем кожи. Беспокоить могут боли или ощущение тяжести в правом подреберье. Такие боли, постоянные в течение дня, ноющие, усиливаются при физической нагрузке, тряске, употреблении в пищу жиров, острых и жареных блюд, успокаиваются в покое. Если подобные симптомы наблюдаются, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Но лучше, конечно, не допустить развитие заболевания. Основная мера профилактики – это, конечно, отказ от вредных привычек, это вакцинация против гепатита B групп риска, это лечение, конечно, под контролем врача, обязательно исключение самовольных назначений антибактериальных препаратов и так далее. Для распознания заболеваний печени на первом этапе проводится целая серия исследований крови – батарея печеночных проб. Это связано с тем, что функции печени чрезвычайно многообразны, с помощью одного-двух анализов выявить их нарушение невозможно. Все болезни печени условно делятся на две группы – диффузные заболевания, когда воспалительным процессом поражена как бы вся масса ткани печени, например, острый вирусный гепатит и очаговые процессы – опухоликисты. Лучшим методом различения этих двух групп болезней является ультразвуковое исследование, которое также применяется на первом этапе обследования больных. В дальнейшем при необходимости могут назначить дополнительные методы. В условиях нашего отделения, если они поступают с острым токсическим гепатитом, мы назначаем дезинтоксикационную терапию, это витаминотерапия, это метаболики, это какие-то гепатопротекторы, сорбенты. В общем-то, при заболеваниях печени, такие как цирроз, уже декомпенсированные, добавляем мочегонные препараты. В последнее время участились случаи поступления больных жировыми гепатозами. Это пациенты, находящиеся в группе риска, больные с сахарным диабетом, с метаболическим синдромом. В этом случае идет замена нормальных гепатоцитов, то есть клеток печени с жировой тканью. И, конечно, функция печени тоже утрачивается у таких больных. В целях профилактики хочется указать, это, конечно, здоровое питание, исключение легкоусвоимых углеводов, жирной пищи, отказ от вредных привычек в плане того, что алкоголь, курение. В плане лечения мы тоже назначаем метаболические препараты. Что касается народной медицины, то врачи относятся к ней двойственно. Дело в том, что при одном заболевании печени попить ту или иную травку будет полезно, а в другом такое самолечение может и навредить. То есть все-таки лучше обратиться к врачу, и тогда уже какие-то желчегонные сборы, пусть там даже лекарственные травы, вот, это назначит специалист. Бывает дискинезия по гипомоторному типу, то есть когда желчный пузырь вялый, тонус сниженный, вот, а бывает когда наоборот, который гиперреактивный, желчь быстро выбрасывается, вот, желчный пузырь постоянно в таком, так скажем, спазмерном состоянии находится, вот, там просто диаметрально разное противоположное лечение, вот, и поэтому вот сейчас говорить, что все пейте расторопшую или там бессмертник, это, ну, неграмотно, так скажем. Не стоит полагаться и на рекламу новомодных средств, которые обещают исцелить вашу печень. Подобные гипопротекторы назначает только врач после проведения биохимических анализов. В следующем сюжете о современных технологиях восстановительного лечения, о том, как сегодня проводится реабилитация детей, перенесших бронхопневмонии, бронхиты, обструктивные синдромы и различные лор-патологии. Известно, что за последние годы во всех лечебных учреждениях значительно расширился комплекс отпускаемых процедур, и детских в том числе. Обычно при восстановительном лечении мама с ребенком обязательно консультируются с педиатром, с физиотерапевтом, врачом ЛФК. Малышу выстраивается специальная реабилитационная программа, в которую входит лечебная гимнастика, дифференцированный массаж и физиолечение. Но не только. Помимо аппаратной физиотерапии, то, что было всегда с хорошим оснащением, с хорошим арсеналом, сейчас появилась возможность отпускать процедуры теплолечения, тазокеритотерапия, процедуры водолечения, это подводный душ-массаж, это жемчужные ванны и планируемые вихревые ножные ванны. Потому что в структуре заболеваний очень много деток с заболеванием опорно-двигательной системы, нарушением периферической нервной системы, ну и, конечно, наша группа часто болеющих детей. Жемчужные ванны показаны детям, начиная с 5-летнего возраста. Такая ванна – это по существу пузырьковый массаж, где еще есть элемент цветотерапии. Все это несет в себе хороший оздоравливающий эффект. Кровь насыщается кислородом, улучшаются показатели дыхательной емкости. Подводный душ-массаж показан детям более старшего возраста, потому что он проводится под давлением в одну атмосферу, а иногда даже в две. Такие процедуры назначают мальчикам и девочкам старше 10-12 лет. Нередко, если ребенок достаточно крупного телосложения, то врач может рекомендовать подводный душ-массаж 8-летнему пациенту. Большим достижением вот этого большого арсенала оказанных услуг является те, что подростки, которые раньше всеми правдами и неправдами хотели уйти от лечения, они с удовольствием к нам ходят. Особенно это дети с нарушением осанки, со сколиозами. Вот они как раз получают подводный душ-массаж, гимнастику, гальвана грязь. У нас появилась возможность отпускать пилоидотерапию, то есть грязи лечения. Мы отпускаем очень интересным способом, то есть и там, где нет теплового фактора, но есть вся та польза, которую мы берем от грязи, весь микроэлементный состав, посредством введения гальваническим током. И тоже дети получаются с сколиозами, с бронхолиорчными заболеваниями, с плоскостопием. Большая группа детей, которые приходят в отделение восстановительного лечения, это часто болеющие дети. Для них на первое место выносится лечебная физкультура. Гимнастика включает в себя не только общеразвивающие упражнения, но и специальные дыхательные упражнения. Обучение диафрагмальному дыханию, то, что ребенку под силу. А упражнения, которые развивают мышечную силу и выносливость. У нас есть объективные критерии оценки, насколько детки продвинулись в своих занятиях, специальные тесты, которые проводятся до занятий и после занятий. И всегда у нас есть положительная динамика, которая оценится, и у нас есть возможность оценить ее объективно. Восстановить здоровье ребенка помогают кислородные коктейли. Очень широко используется низкоинтенсивная лазеротерапия. Мы делаем полостные методики. Прекрасно идут лечения гипертрофии небных миндалин, аденоидиты, профилактика заболеваний. Под статистикой, которую мы проводим, всегда эффективность, что дети начинают болеть реже после нескольких курсов лечения. Дети болеют легче, длительность заболевания меньше. И это является хорошим критерием, хорошим подспорьем лечения участковой службы. Врачи считают, что большая эффективность от лечения в восстановительных отделениях создается благодаря разделению потоков больных и здоровых детей. Именно такой подход помогает избежать перекрестной инфекции. Кстати, у нас в городе так работает отделение восстановительного лечения детской городской поликлиники номер 2. Сейчас мы покажем комплекс упражнений для детей с заболеваниями органов дыхания. Такая лечебная физкультура подойдет и для часто болеющих мальчиков и девочек. Эту специальную гимнастику вы можете в дальнейшем посмотреть на нашем сайте. 3W-город-62.тв Взяли палочки. Ручки вверх подняли. Вдох. И палочку положили на пол. Выдох. Ручки вверх подняли. Вдох. И выдох. Взяли палочку. Вдох. Выдох. Положили. Вдох. Положили палочку. Вдох. И взяли палочку. Вдох. И кашу будем варить. Каша шипит у нас. Шипит каша. Вдох. И в другую сторону. Вдох. Палочку в ручки взяли. Вверх подняли. Вдох. И на плечики. Выдох. Вдох. И выдох. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Палочку перед собой. Ножки на ширине плеч. Вдох. И повернулись. Ветерок подул. И вдох. 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 И закончили. Палочки около себя положили. Ручки к плечам. Вдох. И челка жужжит. Вдох. Ручки в кулачки. Вдох. И бокс. Вдох. Вдох. Ручки на пояс. Правая ручка. Левая ножка. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ручку на пояс. На пояс. Плечу к плечу. Вверх. Вверх. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4. И закончили. Головку повернули. 1, 2, 3. И прямо в сторону. 1, 2, 3. Вперед. Прямо. Вперед. Прямо. Вперед. И прямо. Ушком к одному плечику. Прямо. К другому. Прямо. 1, 2, 3. И достаточно. От ручки вверх. Вдох. И выдох. И вдох. Выдох. И вдох. И выдох. Закончили. И молодцы. Можем собираться. И всем. Римский философ Луций Анна Синека как-то сказал. Одно из условий выздоровления – желание выздороветь. Он, несомненно, прав. Остается лишь добавить, что лучше, конечно, не доводить свой организм до болезни. Для этого не так уж много и надо. Быть физически активным, есть здоровую пищу и радоваться тому, что есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова